За что могут выгнать СИГ по математике? Что делать, если на экзамене зазвонил телефон? И можно ли сдать экзамен позже? На эти и другие вопросы вам ответят эксперты интернет-приемной по ЕГЭ, которую на днях запустили в Общественной Палате Российской Федерации. Как устроены интернет-приемные и почему важно сообщать о всех недочетах в процедуре единого государственного экзамена, нам рассказал член Общественной Палаты Александр Русаков. ЕГЭ уже много лет является частью образовательного процесса и по-прежнему это предметы волнений и родительских каких-то чаяний определенных и иногда и проблем. Поэтому возникающие вопросы лучше всего задать экспертам, а не искать их в Гугле и не искать ответы там, где любая неточность может сказаться на оценке последующей вообще на состоянии ученика и выпускника школы. Поэтому Общественная Палата Российской Федерации и наша комиссия уже много лет проводят специальную сессию, когда в момент, когда сдаются экзамены, мы имеем возможность или непосредственно отвечать на звонки, как это было раньше, или с сегодняшнего года это специальная интернет-приемная, где квалифицированные эксперты Федерального института педагогических измерений, Рособорнадзора занимаются ответами непосредственными. И также Департамент образования правительства Москвы, потому что большинство вопросов как раз идут из Москвы и Московской области, поэтому здесь вполне это закономерно. И такой жанр позволяет, во-первых, использовать самые современные технологии, позволяет удобно задавать вопросы, позволяет сделать так, чтобы вопросы не повторялись, поскольку только те, которые имеют такое общее значение, будут переданы экспертам и на них будут ответы даны. И это достаточно удобно, и это соответствует на сегодняшний день тому запросу, который есть у преподавательского сообщества, вообще у сообщества, связанного с преподаванием в школе, и особенно родительского, и особенно у учеников, вот как раз тому, как правильно вести себя, какие возникают проблемы и как их решать. За это все время, пока у нас существовала горячая линия в общественной палате, вот как-то наблюдалось снижение количества обращений? Идет снижение количества обращений, особенно последние два года мы это фиксируем, то есть это порядка 300 обращений, приблизительно около 1000 звонков возникает таких вот. И поэтому мы пришли вот как раз на жанр, который позволяет не онлайн постоянно с колл-центром и с большим напряжением это делать, а экспертам аккуратно отвечать на те вопросы, которые задаются. И самое главное, вопрос и типизация вопросов стала уже более-менее очевидной. Разъяснительная работа и работа вот за последние годы, проводимая и региональными министерствами образования, или департаментами образования, и Министерством образования Российской Федерации, и Рособорнадзором, и Институт общественных наблюдателей, и экспертов федерального и регионального уровня, вот вся эта ситуация позволяет нам надеяться на то, что количество вопросов в конце концов будет уже совершенно частным и небольшим. И это говорит о том, что система становится более стабильной. Снижение обращений граждан говорит о том, что действительно информированность наших граждан, она как-то повышается, стало больше информации доступной по поводу ЕГЭ, в частности, меня больше волнует именно не Москва, и даже не Московская область, а вот регионы. Насколько я знаю, обращение Московской области и Москвы составляет больше 20%, в некоторых регионах это 1% от общего числа, поэтому это более-менее такая статистически достоверная информация, наверное, в Москве более активные люди. Либо в регионах лучше информированность и ближе информация находится к ученикам и к родителям. Здесь два момента, ну и, наверное, все-таки стабильнее. Еще раз подчеркиваю, ситуация с ЕГЭ становится стабильнее, по крайней мере, в организационной части. И в содержательной части она также стабильна. Вот в этом году, по сравнению с прошлым годом, практически не прошли никакие изменения в содержательной части единого государственного экзамена для выпускных классов средней школы. Меняется ли как-то отношение граждан к ЕГЭ? Вот это можно увидеть, исходя из вот тех вопросов, которые поступают в интернет-приемную или поступали на горячую линию? Потому что, когда экзамен внедрялся только, то довольно негативные отзывы были со всех сторон. Основные эксперименты были в начале в содержательной части. И вообще система тестирования, как таковая, подвергалась такому серьезному отрицанию. У очень большого количества и родительского сообщества, и педагогического сообщества. Я думаю, что сейчас внутренние отношения к любому экзамену и учеников у родителей достаточно осторожны. Какой бы форме это ни было. Поэтому считать, что все рады любому экзамену, это было бы, наверное, слишком самонадеянно. Однако, то, что стабилизировалась система сдачи экзамена, стабилизировалось содержание этого экзамена, существенно повышено качество. Уже это даже не совсем тесты, это открытые задания фактически. Более или менее стабильно стала работать и система проверки. И мне кажется, что здесь определенное доверие возникло. Вот это самое важное. Возникло доверие при серьезной борьбе со списыванием, что является вообще совершенно такой образовательной чумой, я бы сказал. И в вузах тоже самое. Поэтому вот это целенаправленное действие по тому, чтобы это был честный экзамен, открытый экзамен. И поэтому и общественные наблюдатели, их институт очень важен. Мне кажется, что здесь мы достигли определенных и серьезных успехов. Если говорить про систему подготовки к ЕГЭ, и ЕГЭ как единственная целевая функция в школе, здесь вопросы остались, наверное. И наши коллеги из Государственной Думы и в Общественной Палате Российской Федерации очень часто высказываются совершенно оправданное мнение, экспертное мнение в том числе, что подготовиться к ЕГЭ и сдать его как минимум на хорошо должны без репетиторства. Вот на сегодняшний день опыт показывает, что самым эффективным способом является репетиторство по-прежнему. Хорошо это или плохо, ну это уже судить тем, кто заказывает такие услуги, кто их оказывает. На мой взгляд, все-таки должен быть своеобразный, как наши коллеги в Госдуме предложили, назвали такой своеобразный золотой стандарт образования, который должен быть у всех достижим через постижение тех программ, которые идут стандартно в школе. Спасибо.